Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной гибридным финансовым инструментам, и мы завершаем рассмотрение вопроса, связанного с конвертируемыми облигациями. И сейчас мы с вами поговорим о том, к чему приводит конвертация, каковы последствия конвертации и для компании, и для инвесторов. Первое. Компания, выпуская конвертируемые облигации, должна для себя четко понимать, что рано или поздно инвесторы конвертацию произведут. Поэтому на эмиссию конвертируемых облигаций нужно смотреть не иначе, как на отложенную эмиссию акций. И вот правом конвертации могут воспользоваться так называемые агрессивные инвесторы. Ну вот на фондовом рынке их называют хищники, которые стремятся перехватить контроль над компанией. Конечно, для перехвата контроля над компанией можно взять и на рынке скупить приличный пакет акций, завладеть этим контрольным пакетом. Но если вот такой хищник будет покупать акции на рынке и постоянно как бы есть спрос на данные акции, это ведет к тому, что акции просто взлетают в своей цене, и для этого хищника это будет достаточно дорого. А он может пойти более хитрым путем, но то он и хищник. Он постепенно-постепенно покупает конвертируемые облигации. Покупка конвертируемых облигаций не так явно указывает на его стремление перехвата контроля над компанией. И в какой-то прекрасный момент он предъявляет облигации конвертации и становится владельцем пакета акций. Вот поэтому не надо выпускать конвертируемых облигаций на большие суммы. То есть эмиссия должна быть небольшой, эмиссия должна быть дозированной. Чтобы эта эмиссия не была бы привлекательна для таких хищников, которые стремятся перехватить контроль над компанией. И обычно объем эмиссии конвертируемых облигаций рассчитывается таким образом, чтобы в результате конвертации новых акций появилось в районе где-нибудь 5-10% это уже предел. То есть это защита от агрессивного поглощения. Второе. В результате конвертации меняются финансовые показатели деятельности компании. Но вот у аналитиков, которые работают на финансовом рынке, один из показателей, который характеризует деятельность компании, прибыль в расчете на одну акцию. И как, по идее, должен вести себя этот показатель? По идее, прибыль на акцию должна расти. И когда прибыль на акцию растет и растет, в общем-то для компании это позитивный момент. А теперь представьте себе. Компания выпустила конвертируемые облигации. И в какой-то прекрасный момент инвесторы взяли и эту конвертацию провели. И у нас одномоментно показатель прибыли на акцию резко падает. Почему? Что такое прибыль на акцию? В числителе стоит общая прибыль, которую компания заработала. В знаменателе количество акций. И при конвертации резко возрастает знаменатель. Потому что появляется дополнительное количество акций в результате конверсии. И наблюдается вот такой шок. Прибыль на акцию раз и скачком становится меньше. А потом она опять плавно растет. И у нас все удельные показатели, прибыль на акцию, выручка на акцию, они становятся хуже. Потому что в знаменателе стоит количество акций. И в знаменателе резко появляется какая-то дельта. Плюс дополнительное количество акций в результате конвертации. И естественно за счет этого получается вот такой скачок. Поэтому законодательства многих стран предусматривают, что компания, если она выпустила конвертируемые облигации, то она должна свою финансовую отчетность показывать в двух разрезах. Это по фактически выпущенному количеству акций, прибыль на акцию, выручка на акцию. И что будет с этими показателями, если инвесторы когда-нибудь проведут 100% конвертацию. То есть вот этим самым компания, как бы рынок заранее готовит к тому, что ничего страшного не произошло. Компания хуже работать не стала. Просто наблюдается эффект конвертации. Вот все удельные показатели в расчете на акцию действительно становятся хуже. А что становится лучше? В соотношении собственного и заемного капитала. И когда инвесторы купили конвертируемую облигацию, то у компании полученные деньги в балансе отражаются как долг. А когда инвесторы провели конвертацию, вот этот долг исчезает, он превращается в собственный капитал. И вот в результате конвертации собственного капитала становится больше, заемного капитала становится меньше. И это позитивный сигнал для рынка. Компания более финансово устойчива. Вот на эти моменты тоже нужно обращать внимание, когда компания делает эмиссию конвертируемых облигаций. И третий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что в результате конвертации происходит меньшее разводнение акционерного капитала по сравнению с традиционной эмиссией акций. Давайте посмотрим на конкретном примере, как это проявляется. Вот предположим, компания хочет увеличить свой собственный капитал на 1 миллиард рублей. И сегодня акции этой компании на рынке стоят 100 рублей. Вот для того, чтобы с рынка собрать 1 миллиард, компания что делает? Она делает доп. эмиссию акций. Объем этой эмиссии 10 миллионов акций. Каждую акцию продаст за 100 рублей. И компания действительно привлечет дополнительного собственного капитала на 1 миллиард рублей. Это первый вариант. Традиционная эмиссия акций. Но вот в этом случае у нас появляется 10 миллионов новых голосов. потому что одна акция один голос. Давайте посмотрим на второй вариант. Компания не делает эмиссию акций, а компания делает эмиссию конвертируемых облигаций и объем эмиссии 1 миллиард рублей. И при этом компания устанавливает цену конвертации в размере 200 рублей. Если инвесторы проведут конвертацию при таких параметрах, какое количество новых акций появится в результате конвертации? Вот если вы подумали, провели какие-то расчеты, то в результате конвертации новых акций будет только 5 миллионов. Не 10 миллионов, как при дополнительной эмиссии акций, а в результате конверсии этих акций будет только 5. 5 миллионов. То есть разводнение капитала в два раза меньше. И многие эксперты говорят, вот это, наверное, главный побудительный мотив, который подталкивает компанию к выпуску конвертируемых облигаций. То есть собственники в большей степени сохраняют свой контроль над компанией. Вот то, что мы с вами проговорили, я попытался показать на данном рисунке. Вот посмотрите. В дату Т нулевое это текущее состояние дел, акции на рынке стоят 100 рублей. И если мы хотим привлечь в качестве дополнительного собственного капитала 1 миллиард рублей, то при цене акций 100 рублей за штуку, нам надо будет выпускать 10 миллионов акций. Второй вариант, который мы с вами обсуждали, мы выпустили конвертируемые облигации, установив цену конвертации 200. Да, какой-то период времени от даты Т нулевое до даты Т со значком К, ТК это дата проведения конвертации, да, компании придется жить с заемным капиталом. Но если в дату ТК конвертация будет проведена, то в результате этой конвертации новых акций будет выпущено только 5 миллионов стов. И обратите внимание, по сути дела, когда акции на рынке стоили 100 рублей, компания, установив цену конвертации 200, она фактически продала эти акции за 200, за 200 рублей. И подчеркиваю, что вот это, наверное, главный побудительный мотив, который стимулирует компанию к выпуску конвертируемых облигаций. И последний вопрос нашей сегодняшней беседы заключается в том, а где компания берет акции под конвертацию? в разных странах национальное законодательство различается с точки зрения, где взять акции под конвертацию. Во многих странах есть такое понятие, как резервная регистрация. Что это означает резервная регистрация? Компания выпускает конвертируемые облигации, продает их инвесторам. И если компания выпустила таких конвертируемых облигаций, ну скажем там, 1 миллион штук, и установила коэффициент конвертации 10, это значит одна облигация будет обмениваться на 10 акций, то при одном миллионе облигаций нам нужно в запасе иметь 10 миллионов обыкновенных акций. И компания регистрирует эмиссию акций в размере 10 миллионов штук, но эти акции не продаются на рынке, эти акции кладутся в сейф. Ну, вот этот термин к нам пришел еще из тех времен, когда не было электронного документа оборота, а акции выпускались в наличной, в документарной форме. Сегодня даже в сейф ничего класть не надо, просто эти 10 миллионов акций где-то в электронном виде хранятся на каком-то компьютере, в каком-то сейфе. И ждут момента, когда инвесторы предъявят облигации конвертации, вот тогда компания из сейфа эти бумаги достает и конвертация происходит. В России, к сожалению, такого законодательства нет. компаниям нужно как-то выходить из этой ситуации. Проблема усугубляется тем, что по российскому законодательству компания может одновременно зарегистрировать проспекты миссии конвертируемых облигаций и одновременно проспекты миссии акций под эту будущую конвертацию, но мы не можем эти акции хранить более одного года, потому что по российскому законодательству от момента регистрации компания обязана в течение года эту эмиссию разместить, а мне под конвертацию нужно ждать два, три, четыре года. и вот как выход из этой ситуации российские компании пользуются вот этой схемой, которая представлена на этом рисунке. Российская компания, акционерное общество, выпускает конвертируемые облигации и одновременно делает эмиссию акций. Облигации компания успешно размещает на рынке, продавая их инвесторам. все, эмиссия состоялась. А что происходит с эмиссией акций? Акционерное общество, компания создает свое дочернее предприятие, создает его с одной целью, для того, чтобы это предприятие хранило акции данной компании. И мы можем уставный капитал любого предприятия оплачивать деньгами, а можно оплачивать акциями. И акционерное общество, сделав эту эмиссию акций, этими акциями оплачивает уставный капитал своего дочернего предприятия. Естественно, это дочернее предприятие 100% принадлежит данной головной компании. И теперь другое юридическое лицо, дочернее предприятие, по сути делает тот же самый сейф, который хранит акции головной компании. Другое предприятие может хранить акции другой компании год, два, три, да хоть всю оставшуюся жизнь. И вот эта дочка используется для хранения этих акций под будущую конвертацию. затем если инвесторы надумают проводить конвертацию, они передают облигации в компанию, вот здесь компания, головная компания акционерного общества, должна быстро принять решение о ликвидации дочернего предприятия. Если это головная компания один-единственный учредитель, то в общем-то это решение принимается очень легко. активы этого дочернего предприятия передаются в компанию и таким образом у компании есть акции под эту конвертацию. И когда инвесторы передают облигации в компанию, компания эти облигации гасит и акции передает инвесторам. Все, схема замкнулась, конвертация проведена. Еще раз говорю, это просто один из инструментов резервирования акций под будущую конвертацию с учетом российского законодательства. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели один из видов гибридных финансовых инструментов, это конвертируемые облигации. Далее мы с вами посмотрим на относительно новый финансовый инструмент, который появился в мире сравнительно недавно, это уже начало 21 века, это так называемые структурированные финансовые продукты. институции с эффектами и сохраняемые ремьи в причем